Всем привет! Меня зовут Виолетта и это блогеркидз. Мы представляем вам наш новый выпуск. В нем будет очень много всего интересного. Кстати, моя подруга Софья занимается в необыкновенном виде спорта. Он называется Зумба. Об этом сюжет от Маши. Привет, друзья! Это блогеркидз. Меня зовут Мария. И сегодня я хотела вас познакомить со студией танца и фитнеса Красотка. Там дети занимаются зумба. Мы узнаем много нового и интересного и обязательно потанцуем. Поехали! Добрый день! Как вас зовут? Привет! Меня зовут Алёна Любушак и я являюсь руководителем студии танца и фитнеса Красотка. У нас дети занимаются зумбой. А что такое зумба и откуда к нам пришел этот танец? У зумбы очень много понятий. Это танцевальная фитнес-программа, а вообще я считаю, что зумба это танцевальный микс, куда вошло много разных направлений танцевальных, таких как хип-хоп, меренга, самбо, румба, ча-ча-ча, бачата. Зумба родилась в Колумбии. Это было в 2001 году. То есть танец очень еще молод, ему там порядка 20 лет. Создатель зумбы – это известный по всему миру сегодня хореограф. Зовут его Альберто Перрис. Он является хореографом, кстати, Шакиры. Вот. И зумба создавалась случайно. То есть просто он пришел на тренировку и забыл дома диск. В машине у него была кассета, да, с песнями его любимыми латиноамериканскими. И он решил, что, наверное, я попробую поставить на тренировку, включить вот эти вот песенки. И начал импровизировать прямо на занятии. И людям так понравилось танцевать, вот то, что он наимпровизировал. И вот так вот родилась зумба. А теперь вот зумбу танцуют, наверное, по всему миру. В 185 странах, насколько я знаю, 14 миллионов человек. То есть это очень популярное направление сегодня. Причем танцуют его абсолютно люди разных возрастов. От детей, начиная там с пяти лет и заканчивая бабушками, дедушками. А как у вас появилась мысль организовать студию танца и много ли детей хотят заниматься зумбой? Мысль появилась на самом деле случайно. Я сама танцевала зумбу, танцевала ее, наверное, около семи лет вместе с тренером. Вот. А потом решила, что, наверное, пора уже самой обучать людей этим хорошим танцам. А почему этот танец настолько популярен? Ну, я думаю, что этот танец популярен, потому что это очень весело, это несложно, это легко. Детки у нас на тренировках кайфуют, делают все в удовольствии. Им это безумно нравится. Вот. Ну и, наверное, потому что можно вносить нотку творчества в каждое занятие, потому что у каждого тренера зумба, она своя. Каждый вносит что-то свое туда, оригинальное. А у нас в зумбе много хореографии. Зумба также является фитнес-программой, но все-таки мы делаем упор на детскую хореографию. Я думаю, именно это и привлекает детей. А вы уже выступали в городских мероприятиях? На городских праздниках постоянно участвуем, на днях города устраиваем свои зумба-пати, а нас приглашают на различные концерты, благотворительные в том числе. А вы можете мне показать несколько движений? Конечно, давай, присоединяйся к нам на тренировку. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас я попробовал с вами потанцевать, и это оказалось не так уж легко. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Кушайте бананы и будьте здоровы Субтитры сделал DimaTorzok 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 Берем ватную палочку, макаем ее в моющее средство для посуды, увеличивается, не уменьшается, рамочка получилась. Ты видела, Роза, что происходит? Цвета плавно перемешивались. Надеюсь, вам понравилось. С вами была Эльвира и Радалия. Пока-пока! Вот и все на сегодня, друзья. Продолжайте смотреть наши выпуски на QAZ Media KZ. Меня зовут Виолетта, блогер Кит. Пока-пока!